Друзья, всех приветствую! Сегодня я хочу рассказать в своем видео о цитрусовых ароматах. Прежде всего, для меня цитрус ассоциируется с летом, также ассоциируется с Новым Годом, поэтому это всегда что-то такое, знаете, позитивное, радостное и всегда поднимающее настроение. Цитрусовые ароматы я постаралась собрать, знаете, довольно разнообразные цитрусы, на мой взгляд, и они бывают настолько интересные и настолько разнообразные, что я даже иногда сама поражаюсь, насколько по-разному может звучать вроде бы настолько понятный и всем как бы узнаваемый цитрусовый акцент. Наверное, хочу начать с бюджетных ароматов, и это, конечно же, и не могла не включить в свою подборочку, Акваколония 4711. Тут у меня три цитрусовых представителя, которыми, на мой взгляд, можно просто поливаться, допустим, встав с утра для того, чтобы поднять себя из сна. Это, прежде всего, лайм и нутмек, лайм и мускатный орех, следующее это мандарины кардамон, и еще один блуд оранж и базилик. Это все цитрусовые ароматы. Они не обладают высокой стойкостью. Звучат они, конечно же, по-разному. Вот, например, блуд красный апельсин и базилик. Здесь довольно сильный акцент апельсина. Он действительно здесь ощущается. И вообще, для меня Акваколония – это очень хорошее соотношение цены и качества. Действительно звучит красным апельсином. Наверное, из всех ароматов он такой наиболее сладковатый. Лимон, лайм и мускатный орех – это, знаете, немножко более пряный аромат за счет мускатного ореха. Но лайм здесь тоже занимает лидирующие позиции. Знаете, так, аромат, который поднимает тебя с постели. Я бы так назвала. Мандарины кардамон. Это тоже такой немножко специевый цитрус. И кардамон здесь тоже ощущается. И он достаточно яркий. Вообще, вот, по-моему, мандарины кардамон, если мне не изменять память, его сделал Гюзэшойн. Вроде я не ошибаюсь. И здесь, кстати, несмотря на бюджетный флакончик, почерк Гюзэшойна, мне кажется, очень узнаваем. И вот этот аромат, он хотя и не очень громкий, абсолютно не шлейфовый, но, на мой взгляд, он, по-моему, довольно хорошо сидит. И мне кажется, наверняка здесь есть какие-то молекулы. Поэтому, если вам трудно вставать, то, мне кажется, надо у своей кровати поставить один из этих цитрусовых флакончиков. И вполне можно ими себя поднимать и заряжать зарядом цитрусовой бодрости. Соседи у меня там наверху что-то опять ворочают. Надеюсь, вам, друзья, не слышно. Следующие ароматы, про которые я хочу вам рассказать, это сладкий цитрус. Я бы даже сказала десертный цитрус. И здесь я хочу представить вам два представителя, которые, на мой взгляд, очень на друг друга похожи. Это Монталь Салео Де Капри и Лайт Блю Интенсия. Я в свое время с Лайт Блю вообще не была знакома. Я, на самом деле, познакомилась буквально пару лет с этим ароматом назад. И для меня Лайт Блю и Монталь Салео Де Капри очень похожи. Но, на мой взгляд, Монталь, он более интересный. При этом я, на самом деле, бы сказала, что это не типичный Монталь для меня. Потому что мне здесь абсолютно ничего не сверлит по мозгам. И ничего такого приторно-сладкого, чем часто отличаются Монталии. Особенно, мне кажется, старые выпуски. Я имею в виду старые выпуски не в плане года производства аромата, а именно выхода ароматов. И вот здесь этого нет. И это, на самом деле, действительно, знаете, сладкий цитрусовый аромат. Даже с ощущением какого-то десерта. Но при этом, я про оба их сразу рассказываю, потому что, на мой взгляд, они очень сильно похожи. Но при этом есть какое-то ощущение пляжа, моря, я не знаю. Знаете, как бы настолько жизнерадостный. Вот если вам что-то не нравится в Лайт Блю, попробуйте, пожалуйста, тогда Салео Де Капри. Может быть, вам Солнце Капри понравится больше, и на вашей коже он раскроется интересно. Тем более, видите, мне очень нравится, что у Монталии есть вот такие небольшие флакончики по 20 мл. Так, я не знаю, что же начать следующее. Давайте со следующего начнем. Знаете, это, я бы сказала, цитрусы, которыми можно просто обливаться. Вообще, большинство ароматов в моей коллекции, я не использую более двух или трех пшиков, некоторые вообще только один, иначе можно умереть и убить все вокруг. То вот эти три аромата, про которые я хочу вам сейчас рассказать, ими можно поливаться без зазрения совести. Это Serge Rutan's Fleur de Citron. Это Oeda от Deptyc. И это Jo Malone Starling Mandarin & Honey. Ну, давайте, они все, на мой взгляд, они абсолютно между собой не похожи, у них разные звучания цитрусовых ароматов, но их объединяет одно, ими можно обливаться с ног до головы, вы не убьете ни себя, ни окружающих, и мало того, что вы абсолютно ими себя не сможете задушить, на мой взгляд. Флюор de Citron у меня серия в кубике, это из коллекции Вод Вежливости. Мне, на самом деле, очень охота сравнить данный аромат с ароматом в прямоугольном флаконе, интересно, насколько они сильно отличаются. Друзья, если вы знакомы с обоими версиями, мне будет интересно услышать ваше мнение, поэтому добро пожаловать в комментарии. Здесь, на самом деле, нероли, и тут как раз те нероли, которые я люблю, потому что не все нероли мне нравятся. Нероли – это довольно сложная нота для меня, потому что она иногда бывает очень тяжелой и очень давит мне на виски. То вот здесь нероли, те, которые я люблю, это нероли, которые ассоциируются с цитрусовой свежестью и, знаете, с такой свежестью чистого постельного белья, я бы вот так сказала. То есть это запах чистоты. Очень мне нравится аромат, и можно поливаться. Знаете, на самом деле стала ловить себя на мысли, что иногда, когда можно позволить на себя прямо вылить большое количество аромата из флакона, в этом что-то есть, в этом ощущении. И ты замечаешь, самое главное, что ты используешь аромат. Следующий аромат, про который я хочу вам рассказать, и которым тоже, на мой взгляд, можно обливаться, это Оеде от Дептик. Вообще, если я не ошибаюсь, это вообще первый Дептик, который я себе приобрела. И приобрела его прежде всего по отзывам, из-за того, что в нем многие слышат землянику. Ой, друзья, я... Это, знаете, для меня аромат улыбака. Я его просто обожаю. Он действительно для меня пахнет земляничным мылом и цитрусами. Он настолько позитивный, настолько радостный. Вы знаете, вдыхая его, вот непроизвольно возникает улыбка. И действительно есть ощущение, знаете, такого дорогого земляничного мыла. Очень мне нравится позитивный аромат. И если вы любите цитрусовые ароматы, и какие-то, вот знаете, они с небольшой изюминкой, то я обязательно вам рекомендую познакомиться с Оэдо Адиптик. Лично я... Это один из моих любимых ароматов у данного бренда. И последний аромат, которым можно, на мой взгляд, поливаться, это Starling Mandarin & Honey. За что я люблю Джо Малуна? Я знаю, что все к нему относятся... У меня, кстати, вот такой лимитированный красивый флакончик со звездочками, чему это уже очень радо, когда еще и флакон имеет красивую форму. За что я люблю Джо Малуна? Я люблю за то, что бренда очень удачно воплощает свою заданную концепцию, потому что они позиционируются на натуральном звучании, они позиционируются на том, что название аромата, как правило, передает его суть, и это действительно так. И их можно смешивать между собой, наслаивать. И это мне тоже очень нравится, потому что в последнее время я увлекаюсь наслаиванием различных ароматов. О чем же у нас Starling Mandarin & Honey? Мед. Это действительно, знаете, это действительно мандарин, причем с кожуркой, потому что здесь ощущается явная горчинка, и на подтонах с медом. При этом я бы не сказала, что аромат сладкий, потому что здесь мед, знаете, это больше звучит так, как будто в мандариновый сок добавили ложку меда и размешали, потому что здесь нет сладости. Он настолько свежий, настолько, знаете, уютный и приятный, ну, даже больше нечего сказать, и им можно тоже поливаться. Тоже абсолютно вас не задушит, и вы не сможете навредить окружающим вас людям. Так, следующий аромат, про который хочу я вам рассказать, это, наверное, будут необычные цитрусы, на мой взгляд. Выделю среди необычных цитрусов, назовем это такой категорией, это прежде всего Recomerable People от Elda. Это, наверное, да, это, кстати, мой первый флакон от Elda, и пока единственный, потому что, если честно, немножко побаиваюсь этот бренд своим необычным звучанием. Замечательные люди это переводится, поэтому будем называть его Замечательные люди. Вообще, для меня это аромат фанты и сандала. Причем, сандал здесь очень явный для меня, он сильно ощутим, но он здесь прямо глубоко древесный, абсолютно без рассольности. То есть, это действительно, он вызывает ощущение деревянной столешницы из массива дерева. Знаете, как будто фантом пролили на деревянную столешницу. Вот так этот аромат для меня пахнет. И вот эта древесность в нем, она довольно, знаете, такая грубоватая, я бы даже сказала. И почему-то у меня, несмотря на то, что я люблю древесные ароматы, я люблю лесные ароматы, я люблю смолистые ароматы, но вот этот аромат почему-то у меня ассоциируется больше с мужским гендером. Я бы его отнесла к унисексу с мужским уклоном именно за счет вот этой брутальной древесности, которая на мой нос присутствует в этом аромате. Хотя флакон такой довольно забавный, но, знаете, друзья, действительно, это для меня это больше мужской аромат, нежели женский. Следующий нетривиальный цитрус, на мой взгляд, это Эду де Мема от Мема. Это единственный флакончик от этого бренда у меня в коллекции, и я его обожаю. И вообще, но я его покупала не вслепую. Я вначале получила от Ливантик в подарок, познакомилась с этим ароматом и влюбилась в него прям сразу, и заказала себе флакон. Это один из немногих ароматов с нотой кожи, которые мне нравятся. Прежде всего, это зеленый чай, терпкий зеленый чай, с большим количеством лимона и бергамота, но в котором есть яркая ассоциация ноты кожи. Кожа здесь явно ощутима, на мой взгляд, но она настолько здесь не бесит и не раздражает. Может быть, она здесь на самом деле не такая уж и яркая, звучит, знаете, таким подтоном, потому что самое главное, что здесь это терпкий зеленый чай для меня и вот лимон с бергамотом. Очень яркий, очень тоже такой позитивный. Мне кажется, на прохладную весну идеально подойдет. Хотя, возможно, и летом тоже будет хорош. Надо будет попробовать, кстати. Еще это единственный флакончик, но вот такой другой совсем формы у мема, если как бы вы знаете, да, то есть и он, по-моему, посвящен юбилею, если мне не изменяет память самого бренда. Может быть, я ошибаюсь, но аромат на самом деле нетривиальный цитрус для меня именно за счет вот этой ноты кожи, которая здесь все-таки, пусть она здесь и не особо такая громкая, но она явно ощутимая. Следующий нетривиальный цитрус, который бы я хотела вам показать, это Maison Crivelli, цитрус Батиканга. И это, кстати, он нанесен и пережил фанну, и до сих пор звучит. Для меня это самый пряный цитрус, который я когда-либо слышала. Здесь очень много специй, причем специи пряные. И знаете, напоминает что-то такое, когда готовят на индийской кухне, на какой-то восточной кухне. То есть это вот именно ярко-пряный восточный цитрус. Причем цитрус здесь тоже ощутим, но он в явном окружении вот этих восточно-индийских специях. Поэтому здесь обязательно надо пробовать, потому что вот эта индийская специйность, мне кажется, она может не всем нравиться, если честно, но мне она симпатична, и я считаю, что это необычный цитрус именно за счет вот этой индийско-восточной специйности. Так, следующий аромат, про который я хочу вам рассказать, это ароматы, которые, на мой взгляд, с одной стороны, кажутся простыми, но в этом есть их красота. Прежде всего, это Begorat Concentrate от Фредрика Маля. Туалетная вода. У меня 30 мл. И это сделал Жан-Клод Элина. Если, да, Жан-Клод Элина. Один из моих самых любимых парфюмеров, потому что я обожаю его, вот именно его такое, знаете, акварельно-натуралистичное звучание в ароматах, которое вам придает настроение, окружает приятным облаком, но абсолютно не мешает окружающим. Очень они, знаете, его, на мой взгляд, его почерк очень деликатен, очень интеллигентен, и при этом это всегда так прекрасно звучит. И это для меня один из лучших апельсинов в парфюмерии. Здесь есть все. И кожурка, и сама мякоть, и зеленые листочки, потому что я бы не сказала, что аромат сладкий, он достаточно такой, знаете, даже терпкий, я бы сказала. Очень интересный. И если вы любите цитрусы в парфюмерии, вы обязательно должны познакомиться с Бегарат Кцентре от Фредерика Маля. Извиняюсь, но мне надо попить, потому что я уже достаточно много говорю. Так, ну я уже скоро закончу, так что поэтому еще чуть-чуть. Следующий аромат, про который я хочу вам рассказать, это Гюзошоин молекула 0,3. Вроде она посвящена витиверу, если я не ошибаюсь. По-моему, так давайте все-таки посмотрим. Ну, в смысле, молекулярному витиверу. Да, это витивера, витиверия, 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 лацетат. Подпишу где-нибудь здесь. Ой, но для меня он пахнет прежде всего помело. Это такой, знаете, сочный помело. Может быть, даже что-то есть и от грейпфрута в нем. Я его тоже очень люблю. Мне кажется, он идеальный представитель на лето будет. Абсолютно унисекс для меня. И вот для меня это аромат помело. Я даже больше ничего не могу сказать. Очень интересный. Я вообще люблю, на самом деле, бренд Eccentric Molecules. И у меня в коллекции есть практически все молекулы. Мне единственное мне нравится Eccentric 04 и Eccentric 03 мне не очень понравились. У меня не хватает в коллекции молекулы 02. Но сейчас на них такие какие-то баснословные цены, поэтому я пока не покупаю. Ну вот мне бы, наверное, из стандартных молекул хотелось бы еще себе завести молекулу 02. А так все почти молекулы представлены в моей коллекции и я гюзошойна люблю. И последние два аромата, о которых я вам хочу рассказать, это будет парфумом рома. Куда же без них? Это аквавива и оранжиа. Оранжиа, по-моему, переводится с итальянского именно апельсин. Аквавива это живая вода. Я храню свои парфум рома в коробочках, потому что я их берегу, если честно. Так что вот аквавива. Пользуюсь я атомом, который идет в комплекте с флаконом. Наверное, все-таки я больше люблю парфумом рома использовать именно намазом, потому что действительно в этом что-то есть, но я в принципе иногда и брызгаюсь. Вот такой вот атом идет в комплекте. Друзья, это лимон лимонович лимонович. Это самый реалистичный лимон, который я когда-либо слышала. Для меня это сто процентов унисекс. при этом он не сладкий. Это просто натуральный лимон с кожурой, с листьями и, наверное, он висит на дереве. Очень красивый лимон, обожаю его. Вот, мне кажется, сейчас наступает его время, поэтому, наверное, надо будет его поносить в ближайшее время. оранжей. Моя не так давнишняя покупка благодаря Анастасии, которая меня познакомила с этим ароматом через слепые затесты, чему я на самом деле очень-очень рада, потому что это действительно один из красивейших апельсинов в парфюмерии. Сейчас я, я, кстати, сегодня уже после ванны ничего на себя не наносила, но цитрус-ботиканка просто пахнет еще до этого. Так, и чем же у нас пахнет оранжей? Я, на самом деле, в отзывах читала, что он вроде как сладкий, возможно это зависит от года выпуска. У меня довольно современный выпуск, я понимаю, здесь абсолютно нет сладости, здесь именно на мой взгляд даже больше кожурки кожурки апельсиновой с листиками, то есть он такой, знаете, я бы даже сказала зелено-цитрусовый, он достаточно терпкий и абсолютно не сладкий для меня, смешивая, даже мне бы вот чуть-чуть не хватает, не хватило бы даже сладости, но парфюмом рома я люблю смешивать, и мне кажется, у меня достаточно сладких ароматов от парфюмом рома, потому что тем более парфюмом рома очень сильно отличается на самом деле своими десертными ароматами, и их ароматы сладости на мой взгляд они одни из лучших в парфюмерии и можно вполне сделать интересный замес и тогда наверное это превратится у нас из оранжей в как же этот аромат еще называется дунчис инфунда кажется вот так где апельсин он сладкий этот же апельсин знаете да это даже больше кожура это листики очень такой терпко зелено цитрусовый аромат на мой взгляд очень освежающий мне кажется он будет звучать отлично в любое время года потому что на мой взгляд он довольно универсальный потому что мне кажется в прохладное время года он будет звучать звонко в жару мне кажется я очень надеюсь что он будет освежать потому что пока в жару я данный аромат не носила интересно попробовать его именно в жару насколько он будет освежающим будет ли он дарить этот освежающий зелено цитрусовый акцент интересный аромат поэтому друзья оранжи от профума рома ну вот это наверное все цитрусовые ароматы о которых мне хотелось вам рассказать но это не все цитрусовые ароматы из моей коллекции но на мой взгляд это одни из наиболее наверное интересных ароматов на тему цитрусов моей коллекции надеюсь вам было что-то здесь полезно и интересно расскажите про свои друзья любимые цитрусовые ароматы почему вы их любите за что да когда вы их носите интересно будет почитать ваше мнение знакомы ли вы с этими ароматами согласны ли вы с моими впечатлениями от этих ароматов ну и прежде всего мне конечно интересно что нравится вам именно из цитрусовых ароматов потому что в принципе найти еще какие-то интересные забавные и какие-то не типичные цитрусовые ароматы было бы на самом деле интересно поэтому друзья буду благодарна за комментарии с цитрусовыми представителями а так большое всем спасибо и скоро увидимся